Всем привет, добро пожаловать на канал ВТНТ, с вами как всегда я Владимир Тишевский и в моих руках Lenovo K5 Play. Вот такой интересный смартфон, буквально вот я его перед началом видео протер и в общем он уже заляпался и скажу я вам, вот это наверное самый большой косяк и минус данного девайса, хотя у него есть в комплекте чехольчик прозрачный и это уже как бы немного спасает ситуацию и решает вопрос. С Lenovo K5 Play у меня было времени не так уж и много, поэтому я не могу назвать это полноценным обзором. Это видео о том, какие наблюдения у меня были за то время, сколько я успел протестить данный девайс и могу сказать, что все конечно же бюджетно, здесь очень скромно, пластиковый корпус, в принципе слабенькие, можно сказать, камеры так себе. Вот и экран здесь не Full HD, а это HD+, 5,7 дюймов, IPS матрица. Но я скажу так, я посмотрел сейчас какое предложение на него идет на черную пятницу и его продают реально за там каких-то 89,99. Я такой подумал, блин, а что здесь вот интересного есть? А смотрите, во-первых, это процессор, здесь процессор восьмиядерный, полком с Snapdragon 430, здесь восьмой Android, здесь 3 гига оперативки, здесь 32 гигабайта встроенной памяти. Как ни крути, камера здесь тоже есть и она достаточно приличная, причем, что здесь двойная камера, хотя мне показалось сначала, что это телеобъектив, но, насколько я понял, здесь все-таки идет цифровой зум. Ну, в общем, качество фотографии вы сможете посмотреть и оценить и скажете, как вам фотографии на данный девайс. Видео на фронтальную камеру Lenovo K5 Play и я нахожусь в помещении. Да, здесь, конечно, есть освещение, причем, что существенное освещение, вот, и когда оно находится за мною, то картинка что-то вообще как-то страдает. И как, в принципе, я сейчас нахожусь прямо вот в освещении, картинка, блин, какая-то супер засвеченная, что ли, вырубить все это освещение, оставить одну обычную лампочку. Вот как-то с обычной лампочкой это выглядит таким-то образом. Достаточно лампово выглядит все это дело. Так, а если мы добавим света? Оп, в принципе, неплохо. Так, давайте сейчас тот свет включим. Увидим еще обогреватель. Подсвечивает с подсветкой, с тепленькой. Сейчас вернусь туда, откуда я пришел, с подсветкой. Блин, какая-то морда у меня высвеченная. Снимаю видео на основную камеру Lenovo K5 Play. Максимальное разрешение здесь Full HD. Так, ну, смотрим. Фокусировочка не очень-то быстрая. Ну, здесь вы тоже видите скорость. Ну, такая себе. На S5, конечно, немножечко результат был получше. Ну, посмотрите видео про Lenovo S5. Ну, кстати, фокус так прям быстренько, раз, срабатывает. Видите, раз, два, три уже. Chix. Вот все уже в фокусе. Chix. Уже и в фокусе. Хм. Ну, нормально. Что касается производительности, то 430-й вполне себе тянет. Такие игры, как PUBG Mobile, Clash Royale, Asphalt 9. Ведь, если говорить о более крупных проектах и тайтлах, там, типа, World of Tanks, там, World of Tanks и все остальное. Да, тоже танки будут идти нормально, но танки очень медленно загружаются. А у меня просто тупо не было времени несколько часов ждать загрузки танков. И поэтому я танки, конечно же, даже не устанавливал. Ну, в целом, скажу, по Asphalt 9, то средние настройки вполне себе годные. Все работает отлично. PUBG Mobile на минимальных настройках практически не потормаживает. Чуть выше ставишь и уже сразу же начинает подтормаживание. Мне нравится то, что Lenovo продолжает выпускать свои девайсы. Несмотря на то, что вот этот смартфон очень сильно похож на что-то из китайских субрендов из серии Yumi Digi. Там, всякие разные Home Tom'ы и так далее. Тем не менее, сейчас они, как бы, демпинганули именно вопросом цены. И я рассматриваю этот смартфон исключительно из, как бы, вот, соотношения цена и его возможности. И когда речь заходит о том, что этот смартфон можно купить за 90 долларов, я такой, о, блин, ну, конечно, да. Конечно, да. В Украине, где я этот смартфон нашел, он стоит существенно дороже. То есть, он стоит где-то 115 долларов. То есть, это на 25 баксов дороже. Но, покупая в Украине, вам не нужно ждать там все остальное. Поэтому, если вдруг что, в Нимфе можно приобрести вот именно смартфон прям вот в наличии. А если вдруг сэкономить и подождать, и пофиг там, ну, месяц там или там 25 дней будет идти, то тогда Алиэкспресс вам в помощь. Есть у них там магазин Lenovo, и это можно взять. В целом, скажу, что аппарат прикольный. Хотя, и опять же, ну, прям такой вот бюджетный-бюджетный. Я вижу этот смартфон, знаете, у кого? Ну, у школьников. То есть, это для школьников вполне себе годный вариант, как бюджетный. Ну, и опять же, для людей, которые не особо требовательны к устройству. То есть, нету такого, знаете, трепетного требования к камере. Вот, потому что камера здесь бюджетная. Нету требования к мощным производительным играм. Потому что здесь, ну, тоже как бы все это... Но, если вы хотите устройство, которое будет шустро работать и отвечать всем вашим запросам, то Lenovo K5 Play, по-моему, очень даже годный для этого всего дела. Если вдруг вы хотите взять что-то получше, то есть вариация Lenovo S5, который стоит немного дороже. Вот там уже лучше характеристики, мощнее процессор и все остальное. Поэтому, ну, если вдруг что, Lenovo S5 тоже продается как и в Нимфе, так и на Алиэкспресс. Вот такой небольшой краткий экскурс в вселенную Lenovo. В целом скажу, что такой смартфон можно брать и, скорее всего, вы будете, ну, более чем довольны данным устройством. На этом пора заканчивать мое видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok